Паражу пастыря и рассеются овцы Книга пророка Захарии, 13 глава, с 1 по 9 стих В тот день откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли И они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков И нечистого духа удалю с земли Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему Тебе не должно жить, потому что ты ложь, говоришь во имя Господа И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать И будет тот день, устыдятся такие прорицатели Каждые видения своего, когда будут прорицать И не будут надевать на себя волосиницы, чтобы обманывать И каждый скажет, я не пророк, я земледелец Потому что некто сделал меня рабом от детства моего Ему скажут, а чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф «Порази пастыя, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых И будет на всей земле, говорит Господь Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро И очищу их, как очищают золото Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу Это мой народ, и они скажут Господь, Бог мой Размышления, часть первая О мою от всякой нечистоты Книга пророка Захарии, 13 глава, с 1 по 6 стих Здесь мы читаем еще одно пророчество, которое указывает на жизнь и дела Христа Бог обещает открыть источник и омыть свой народ от греха и нечистоты Он истребит всех идолов, удалит пророков и нечистого духа И накажет всех, кто говорит ложь от имени Господа Это сильное пророчество о великой Божьей милости Исполнилось в Его Сыне Иисусе Христе Который есть источник воды живой Омывающий нас от греха и нечистоты Его смерть и воскресение Открыли перед нами врата Божьего прощения И пока мы ожидаем Его славного возвращения Внутри нас трудится Святой Дух, освящающий нас Прославьте Бога за то, что во Христе Вы свободны от идолов, грехов, нечистоты и дьявольской лжи Просите Бога, чтобы каждый день своим Духом Он пребывал В нас преображая в образ Христа Размышления, часть 2 Смерть Христа Книга пророка Захарии, 13 глава, 7 по 9 стих В следующей части этого пророчества мы видим, как Бог поражает им же самим избранного пастыря Из-за этого овцы рассеиваются И для Божьего народа наступает время испытаний Однако, через эти испытания должно прийти очищение Исполнение этого пророчества мы видим в Новом Завете Когда добрый пастырь Христос поражен А Его ученики бросают Его и разбегаются Это время серьезного испытания для Его учеников Но после воскресения Христа Они обретают силу, чтобы проповедовать Евангелие с дерзновением везде Куда бы они ни пошли Сегодня Церковь по-прежнему сталкивается с множеством испытаний Но через них Бог очищает нашу веру И готовит нас к дню возвращения Христа Поблагодарите Бога за все испытания Которые очищают вашу веру И скажите Ему спасибо за Христа Который был поражен вместо вас Чтобы вы обрели свободу от разрушительной силы зла Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!